Добрый день, Георгий Владимирович. Здравствуйте. Глава МВД Владимир Колокольцев обязал организаторов публичных акций отчитываться о финансировании мероприятий спустя 45 дней после проведения. Георгий Владимирович, что еще нужно властям, чтобы окончательно подавить всю протестную активность? Ну, как показывает практика, к сожалению, у властей фантазии очень широкие. Они придумывают все новые и новые ограничения. Они реагируют на любые живые действия любых людей, живых, в том числе и оппозиции. И, соответственно, если оппозиция научится преодолевать вот это препятствие, я уверяю вас, то очень скоро там либо Колокольцев, либо еще кто-то придумает новые какие-то, так скажем, ограничения, какие-то свои фишечки, через которые уже перешагнуть будет очень сложно. Поэтому в данном случае дно еще не пробито, все еще впереди. Они не просто какие-то законодательные инициативы внедряют, они еще и, к сожалению, закон на обратные силы принимают. Это когда ты не просто сейчас что-то нарушил, а к тебе могут прийти там спустя три года, если ты, как выяснилось, с экстремистской организацией сотрудничал, донатил, либо там, так скажем, какой-то там перепосты делал. И в этом отношении такие законы, они уже это ноу-хау в российской юриспруденции, вообще, как бы сказать, в российской действительности. Поэтому они уже не просто какие-то принимают репрессивные законы, они уже и смотрят в то, что будет человек через три года делать в будущем, для того, чтобы, возможно, стелить такую соломку, чтобы, как бы сказать, и в будущем не могло бы даже каких-нибудь людей, которые могли бы претендовать на выборные должности, на политическую власть, и, соответственно, они уже такие страшные драконовские законы принимают. Любовь и Соболь вынесли приговор о ограничении свободы на полтора года. Разогналась репрессивная машина, ну что, и не сбавляет оборот, и не сбавит, получается? Дальше будет давление на оппозиционных политиков? Ну, во-первых, она еще не разогналась. Как мы видим, что еще там год назад были одни законы, которые нам казались репрессивными, сейчас уже другие законы, которые, те законы, которые были год назад, считаются уже мягкими по сравнению с нынешним законом. Поэтому я считаю, что машина не разогналась, она только набирает обороты. Тут, конечно, другой вопрос, как долго такие репрессии, такое давление может продолжаться, потому что, ну, как бы, надо сказать, что путинский политический режим уже не молодой, и, соответственно, репрессии, если бы такие были бы при молодом Путине, то мы бы сейчас жили при откровенной диктатуре, так скажем, серьезнейшей с массовыми, не знаю, там, гулагами, условно, да, вот. То сейчас мы все понимаем, что все-таки это политическая система, она уже проходит к своему логическому завершению, поэтому вопрос долготы вот этих вот репрессивных законов и репрессий, он, конечно, остается открытым. Но, тем не менее, я считаю, что, конечно, власть набирает обороты, и, видимо, она понимает, что впереди мы входим в зону турбулентности, что очень недовольна правящей партией «Единая Россия» тем курсом, который ведет наше руководство, и, соответственно, возможно, очень серьезные, так скажем, какие-то выступления, массовые протесты, и в том числе, так скажем, с выходом на улицу. И они, естественно, пытаются всю вот эту уличную активность, не только уличную, загасить, закатать, как бы сказать, что вообще даже никто не рыпнулся. Вот эта всякая история, связанная с ковидом, она помогает в этом отношении. То есть вот это санитарное дело, которое всем известно, сейчас проходит по Котовым Соболь и другие люди, оно, конечно, политически мотивировано. Я считаю, что те люди, которые по этому делу проходят, они должны быть оправданы. Причем самое интересное, это не какие-то маргиналы. Там есть Дима Барановский, который депутат муниципальный, который фактически, так скажем, человек честный и законопослушный. Там Анастасия Васильева, сама же врач, да, так скажем, который профсоюз действия и так далее. И причем я понимал бы, что если бы этот закон действовал условно на всех, собралась партия «Единая Россия» на съезд, и мы видели, что там не соблюдались социальные дистанции, люди фотографировались, так скажем, без масок, было тоже довольно-таки большое массовое мероприятие, и, соответственно, хренак со всем этим товарищем тоже влупили, вне зависимости от лиц, как раз вот эти вот дела, да, то я бы сказал, да, у нас правосудие, как бы сказать, слепое. А в данном случае мы видим, что организация там в Питере каких-то массовых мероприятий культурных, футбольных, политических, связанных с правящей партией, они не преследуются, стимулируются, и даже если кто-то там заболел, ну, это закрывает глаза, ладно, это же нужно для государства. А оппозиционные какие-то мероприятия, митинги, так скажем, какие-то собрания, они воспринимаются как угрозы государству и в санэпидемиологической обстановке. И в этом отношении, конечно, вот эти двойные стандарты, они очень плохие. Ну, здесь получается, власть никак не может успокоиться. Значит, на ваш взгляд, Георгий Владимирович, есть повод для беспокойства? Есть какая-то информация, либо какие-то опасения у них? Им бы пора уже успокоиться, потому что, по сути, это все предрешено с их точки зрения. То есть, результат уже определен. Не, ну, еще, во-первых, результат не определен, потому что если бы был бы результат определен, бы и общество как бы это проглотило, то никаких бы этих действий, репрессий, перед канон выборов в Государственную Думу не было бы. То есть, допустили бы всех кандидатов, зарегистрировали бы все партии, которые хотят идти, дали бы всем возможность высказываться. Зачем? Ведь все равно же все решено, да, и, соответственно, так скажем бы, ничего бы не произошло. Но, судя по тому, как действуют власти по отношению к кандидатам, как не допускают, как политическая оппозиция, причем, самое интересное, не только там не системный, какой-нибудь госдеповский, как многие думают, да, но в том числе и вполне системный, потому что там Бондаренко, это представитель Компартии Российской Федерации, абсолютно системная партия, да, так скажем, там, другие люди, которые там, Грудинин, да, тем более, вообще уж более системный человек, наверное, сложно себе представить, да, никакой себе не революционер. Вот, и поэтому я думаю, что власть действительно, она понимает, что эти выборы могут быть для них неожиданными, власть действительно понимает, что рейтинг Единой России, партии Единой России находится на очень низком уровне, и она понимает, что если она не будет вот сейчас вот так вот трамбовать любую оппозицию, в том числе и системную, то вполне возможно, что в Государственной Думе следующей, Единая Россия будет представлена в меньшинстве, а не в конституционном большинстве, как сейчас находится, потому что я знаю, что у них задачи очень простые, у них задача сохранить либо конституционное, либо абсолютное большинство в Государственной Думе, и эту задачу очень сложно решить, просто по причине того, что, например, в таких огромных городах, как Москва, Питер, Новосибирск, Екатеринбург, ну и других, Единую Россию не любят, у них рейтинг там на уровне, может быть, 15%, да, соответственно, исходя из этого, они будут действовать, они сушить явку, не допускать кандидатов, давление оказывать на кандидат, вот, например, там, в Москве, там, Ступин, который ходил, там, агитировал за одного из кандидатов в КПРФ, там, облили, этими, там, какой-то, там, мукой обсыпали, да, так сказать, какие-то провокации проходят, у меня на встречах тоже какие-то всегда, так скажем, эксцессы с представителями, там, ядра проходят, там, агитационные материалы воруют, зачищают, срывают и так далее, то есть, власть, она активно противодействует, какие-то грязные технологии используют, там, видео какие-то, мы видим, появляются, там, эротического характера, или, там, порнографического, да, так скажем, по отношению к лидерам оппозиции и так далее и тому подобное, ну, естественно, сушить явку они будут, они делают все, что формально, меньше людей пришло, которые протестно настроены, и вот снятие Грудинина, кстати, это один из таких шагов, когда протестно настроенный избиратель просто увидит, что Грудинина сняли, что ничего сделать нельзя, и апатия происходит, и, соответственно, этот человек не идет на избирательный участок. Еще одна фишка власти, это они пытаются вбросить через любые оппозиционные, возможные им ресурсы, лидеров, идею, что от вас ничего не зависит, ребята. Ходите, не ходите, от выборов ничего не зависит. Но если, опять-таки, от них ничего не зависит, почему такие репрессии? Провели бы их, как, я не знаю, там, в Туркменистане, или там, в каких-то других еще регионах, так скажем, где действительно, там, есть уже заранее заготовленный результат. Но нет, значит, от выборов что-то зависит. Если они так ответственно подходят к этому избирательному процессу, если они реально вкладывают огромнейшие деньги, ресурсы, подключают серьезнейший административный, карательный и так далее аппарат силовой для того, чтобы эти выборы прошли, значит, от них что-то зависит. Сергей Шогу заявил, что легко согласился на предложение Путина возглавить список «Единой России» на выборах. По словам министра обороны, он оценил предложение как большую честь и высочайшее доверие. Цитата. «Мое отношение к партии, в создании которой я непосредственно участвовал, всегда особое». Георгий Владимирович, о каком особом отношении говорит Шойгу, на ваш взгляд, и есть ли чем гордиться? Ну, понятно, что Шойгу не мог отказаться от такого предложения, от Путина, потому что он Путину обязан всем, и, соответственно, действительно, Шойгу принимал участие в создании первого еще блока «Единства», который был, и, соответственно, потом он, правда, отошел от этих дел, но, тем не менее, да, он говорит правду, что он был одним из учредителей и организаторов партии «Единой России», и очень активно в ней участвовал на начальном этапе. Что это значит, что Шойгу там появился? Надо понимать, что Шойгу, Лавров – это не самые плохие, с точки зрения общественного мнения, министры у нас в стране. Ну, то есть, как бы сказать, у них антирейтинг маленький, а вес политический довольно-таки серьезный. И особенно в регионах многие воспринимают, что вот внутренняя политика у нас, конечно, плохая, но вот как раз там внешняя политика, которую Лавров проводит, она, мы видим, что нас боятся, нас уважают, соответственно, Лавров – неплохой человек. И то же самое, что вот мы там, армия сильная, по телевизору проводятся всякие учения, так сказать, там Крым прошел, там, в общем, наша армия в Сирии, как бы побеждает, там, ИГИЛ и так далее. И, соответственно, значит, так господин Шойгу, он в этом отношении молодец. И в этом отношении, если мы видим, почему этих двух в списке паровозами поставили, потому что вряд ли они там будут работать после этого в партии, то есть они проведут за собой список, а дальше за ними пройдут те люди, которые, так скажем, там в списке ниже находятся. Так вот, это говорит о том, что значит, что у «Единой России» действительно очень и очень плохие электоральные проблемы. Исходя из этого, нужен уже какой-то там, я не знаю, там, ядерная бомба, которая могла бы спасти их от провала. И в этом отношении они долго думали, что если поведет, например, партию на выбор тот же самый Дмитрий Анатольевич Медведев, то она просто провалится с треском. Вот, особенно. И его вот этот «Денег нет, но вы держитесь», это, наверное, был бы мемом и лозунгом. И хорошего вам настроения. И хорошего настроения, да. Так вот, для него это не просто честь, это, конечно, большие слова, что он там честь. Но я думаю, кстати, что он не очень-то и хотел туда идти, но так как ему предложили, от таких предложений отказываться там не принято. По поводу политического будущего, КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», исходя из того, в каком они сейчас состоянии, что нужно для того, чтобы эти партии продолжили свое существование? Либо они растворятся каким-то образом в ближайшее время? Но надо понимать, что пока эти партии будут представлены в парламенте, они будут представлять политические силы и довольно-таки серьезный политический вес в нашем обществе. Потому что мы видели, например, партию «Яблоко», которая была в парламенте, это одна партия, когда она вышла из парламента, и даже после того, как она получила финансирование государства, все равно это партия такого, так скажем, третьего или второго эшелона. Надо понимать, что вот эти четыре партии, большие, это, так скажем, системообразующие партии, ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», это, в принципе, партии, которые встроены и на которых держится наша политическая система. С точки зрения перспектив, понятно, начнем, как бы сказать, там с ядра, «Единая Россия» это партия чиновников, и она будет существовать и чувствовать себя хорошо с точки зрения административных иных возможностей, просто потому что она встроена в административную модель, финансовую модель, и это хороший социально-экономический, политический лифт для части, так скажем, правящего класса. То есть ее будут использовать вечно. Она может, так скажем, там себя неплохо чувствовать, они будут изменяться, новых людей туда, огромные деньги вкладывать, и, соответственно, будут пока на плаву. ЛДПР. ЛДПР – это партия одного человека, фактически, это партия Жириновского. Это вождь, который с самого основания очень ярко всех вокруг вытоптал, прошу прощения, да, ну и действительно, он такой очень яркий и мощный политический деятель своего времени был. Вот. Я не сторонник ЛДПР, но его профессиональные, так скажем, возможности, я понимаю, да, но он уже, откровенно сказать, человек пожилой, если уже не переходящий в старость. То есть я думаю, что этот электоральный цикл он вытащит, но в следующий электоральный цикл он уже не войдет. То есть ЛДПР в следующем созыве будет, а дальше какие будут перемены внутри ЛДПР, это уже большой вопрос. Кто сможет реально вести эту партию и быть таким, как Жириновский, потому что ЛДПР это Жириновский, Жириновский это ЛДПР. Это вот большой вопрос. Поэтому в стратегической перспективе ЛДПР, если она будет в таком же состоянии, она просто сойдет на нет. У нее же, кстати, сейчас есть кризис. То, что касается КПРФ, это, наверное, самая, с точки зрения классической партии, самая сильная структура по причине того, что все-таки, хоть Жирюганов довольно-таки уже давний лидер, но там все-таки, так сказать, система управления, она не фюрерская, она лидерская, но не фюрерская, как в ЛДПР. И поэтому те региональные первички, которые существуют в КПРФ, они могут работать долгое количество времени и могут, так скажем, даже какие-то результаты. Но надо понимать, что следующий, я думаю, электоральный цикл, как Геннадий Андреевич Зюганов лично, тоже последний. То есть он, я думаю, будет, после того, как проведет эту партию в Государственную Думу, она бесспорно будет находиться в Государственной Думе, она сформирует фракцию, вопрос какого масштаба. Так вот, надо понимать, что он все равно тоже будет постепенно сдавать дела и искать преемников тем людям, которым будут внутри партии передаваться рычаги. И я думаю, что мы в ближайшее время увидим трансформацию политической партии КПРФ в какой-то новый формат. То, что касается Справедливой России. Справедливая Россия, стартовые возможности у нее очень неплохие, потому что многие люди, которые разочаровались, например, в Единой России, которые не приемляют какого-то радикального сталинизма или там радикального коммунизма, они могут видеть в Справедливой России как некую такую социал-демократическую структуру, куда можно примкнуть и как можно с ней какие-то свои будущие, какое-то свое будущее связать. Но проблема в том, что вот это вот соединение трех партий в одну, оно вызвало внутриполитический кризис внутри Справедливой России. Да, сейчас мы видим, что там и Семигин, и Миронов, и Прилепин идут на, так скажем, победу, да, и скорее всего они все станут депутатами Государственной Думы и по социологии там порядка семи процентов они могут набрать, а может даже больше в случае, если там какие-то одномандатники хороший результат дадут. Но в стратегическом плане я уверен, что мы можем получить какое-то после того, как Семигин и непосредственно Прилепин станут депутатами, какую-то внутривидовую серьезнейшую борьбу за партию. Тут, конечно, вопрос, каким образом там Сергей Миронов как политический тяжеловес вырулит из этой обстановки ситуации, либо он сможет удержать партию в своих руках и фактически дальше, как бы сказать, сформировать на следующий электоральный цикл дееспособную политическую структуру, которая может претендовать на хорошее политическое будущее, просто по причине того, что у нас сегмент такой умеренной европейской левой социал-демократии он довольно-таки широк. То есть, людей с социалистическими, социал-демократическими взглядами много, но просто пока они еще не видят своего представительства, либо видят еще мало в каких партиях или структурах. И я думаю, что все зависит от того, каким образом будет сформирован в следующем парламенте фракции Справедливой России, сколько она наберет процентов, и как вот эта внутривидовая конкуренция, которая там обострилась, причем она уже открыто обострилась, потому что, ну, как бы там, Галина Петровна Хованская, например, она там активно и открыто критикует, например, Прилепина, Прилепина активно тоже говорит, что я там претендую на лидерство безоговорочное со временем партии и так далее. И это, конечно, не улучшает перспективу партии, но при прохождении Государственной Думы эта партия останется системной и останется, так скажем, влиятельнейшей партией или влиятельной партией внутри нашего общества. Вопрос в лидере и вопрос в том, как они будут дальше, так скажем, вот это кризисное явление переламывать и перестраиваться. Георгий Владимирович, на ваш взгляд, яблоку позволит пройти в парламент? Я не исключаю, что там кто-то появится из одномандатников, я не исключаю, что, например, там в московском до выборов, где идет Рыжков, как сильный яблочник, они тоже увеличат свое присутствие, но я считаю, что в нынешнем формате партия может претендовать только на госфинансирование, то есть 5% барьер партии яблока не возьмет просто по причине того, что вот те заявления, с моей точки зрения, совершенно безумные и дикие, которые там Явлинский в последнее время сказал, там по поводу монархии английской, по поводу того, что он там часть не пустил на выборы, там, например, то же самое Миняйла и прочих, так скажем, более радикальных оппозиционеров, то, что он заявил фактически не так давно, что Навальная, публика, чтобы сторонники Навального не голосовали за него, ну и так далее, так далее, так далее, ну и откровенно сказать, Григорий Алексеевич тоже уже такой старый конь, который может быть какой-то бороды не испортит, но в целом это не тот человек, который сможет революционно поднять быстро, так сказать, рейтинг и протащить за собой парламент эту партию, поэтому я думаю, что Яблоко может получить свое представительство в парламенте, как одномандатники какие-то, да, оно может получить государственное финансирование, то есть улучшить свой прошлогодний, вернее, на прошлом электоральном цикле результат, но прохождение в парламент я именно как по списку я этого не вижу, хотя, если мы понимаем, что, например, Кириенко в администрации президента или еще кто-либо там влиятельные люди решат, что Явлинский должен пройти, то я думаю, что, так скажем, какие-то такие чудесные механизмы найдутся и он пройдет в Государственную Думу именно как партия. И я еще хотел добавить, что все те вот эти политические новые партии, которые сейчас там относятся новых людей и прочее, они вообще не будут выполнять роль серьезную в этой политической борьбе. Они выполняют конкретную спойлерскую роль и конкретную роль для того, чтобы, получив какие-то проценты, потом эти проценты перераспределились в том числе в пользу Единой России. Георгий Владимирович, что случилось с Панфиловой? Через два года, ей 70 лет, за это время она прошла большой путь, как говорят, от ярого демократа и вот в сторону, стала на сторону ярой защитницы режима. На ваш взгляд, какая метаморфоза произошла с Элой Александровной? Ну, я, кстати, не могу сказать, что у Александровны какая-то метаморфоза у нее произошла, она такая всегда была. и если посмотреть там Яровую, там Мизулину, тех таких, так скажем, то же самое Милонова, которые сейчас такие, очень там, Кашининникова, то же самое, Кириенко, прошу прощения, все они были ярые демократы и сейчас просто они понимают, что они являются частью этого правящего класса и они его охраняют любыми способами. Ну и вообще в энциклопедии, в любой почитайте, когда очень часто ярые демократы становятся ярыми фашистами. И никакие ассоциации не провожу, естественно, но я просто говорю, что такие случаи в истории очень часто были. И, кстати, мы знаем, что, например, там тот же самый Пиночет очень популярен в либерально-демократических кругах, хотя он, так скажем, такой людоед, фашист и антикоммунист, который, так скажем, руки по локоть в крови были. Исходя из этого, тут для меня никаких метаморфоз не происходит. Мы даже вспомним, например, октябрь 93-го года, когда те же самые либералы и демократы, которые, так скажем, говорили о каких-то там демократических либеральных ценностях, прямо орали в телевизор, что расстреляете вот эту красно-коричневую гадину. И в этом отношении тут еще, повторюсь, Элла Панфилова, она одна из тех людей, которые фактически участвовали в становлении вот этого политического режима. А еще, говорю, Кириенко, это тоже человек, мы знаем откуда и человек либерально-демократических взглядов, просто они сейчас лучше, служат на то, чтобы вот этот политический режим сохранился как можно дольше, потому что это в их, в том числе и личных, и коллективных, и классовых интересах. Надо понимать, что вообще любой политический режим, который находится, вернее, который на земле был создан, когда-либо, он не вечен, как показывает практика. И даже самые сильные, вроде бы, казалось, политические режимы, они так или иначе либо рассыпались, либо как-то деформировались, или там как-то перестраивались другие политические режимы. Ну, я считаю, что нынешняя политическая система подходит к своему логическому завершению. Вопрос, каким образом будет происходить вот эта перестройка 2.0, да, каким образом будет переходить передача власти полномочий от одной группы другой, каким образом будет на это реагировать народ, и каким образом будет, так скажем, внешняя политическая, социально-экономической конъюнктуры. То есть многое зависит от совокупности факторов. Если бы, например, в Советском Союзе у руководства КПСС были яйца, прошу прощения, то, может быть, Советский Союз бы и не разрушился. И, соответственно, если бы экономическая ситуация складывалась по-другому, политическая и так далее. Поэтому я думаю, что пока этот режим политический сильный, просто по причине того, что еще внутренние протестные настроения не дошли до той точки, когда, так скажем, общество начнет отторгать массовый режим политический. Но я считаю, что уже чисто даже по возрастному признаку часть нашей политической элиты просто уже через некоторое время будет недееспособна. Исходя из этого, если она будет недееспособна, то мы можем вполне себе увидеть именно вот этот так называемый трансфер власти. Но есть одно но такое. Каким образом будет общество и те политические силы, которые в нашем обществе сейчас существуют, гражданского общества, реагировать на все вот эти перемены? И как оно будет участвовать в этих переменах? Будет участвовать, на ваш взгляд? Я думаю, что будет участвовать. Но тут надо понимать, что власти все-таки довольно-таки грамотно ведут политику, в том числе и тотальной пропаганды через средства массовой информации. Потому что кто бы как ни говорил про интернет, телевидение работает. Соответственно, те миллиарды рублей, которые вкладываются, они работают. Ну и параллельно надо понимать, что власть уже продумала какие-то решения насчет того, что если вдруг интернет выйдет из-под контроля, если вдруг общество начнет бурлить, мы уже видим, что Рунет тестово заработал, чтобы отключать от других ресурсов и источников. Мы видим опыт Китая, мы видим опыт Белоруссии и других стран, которые показывают, что в том числе власть готовится. Это у меня нет никаких сомнений к силовному подавлению каких-то недовольств. На ваш взгляд, общество скорее живое или скорее мертвое и безучастное ко всему на сегодняшний день? Ну, общество живое, но просто оно атомизировано, б, у нас 20 миллионов за чертой бедности, то есть 20 миллионов человек просто занимаются фактически выживанием. У нас 7 лет подряд падают абсолютные доходы населения, у нас довольно-таки серьезный социальный кризис, вернее, экономический кризис, который может перейти в социальный, пока еще не социальный, да? И часть общества у нас просто занята выживаемостью. Это два. И третье, конечно же, политические институты, которые у нас сейчас работают, они, ну, так скажем, пока не удовлетворяют, вернее, пока еще часть общества удовлетворяют, но очень скоро могут не удовлетворять уже значительная часть общества. Ну, и надо понимать, еще раз повторюсь, что у нас структура экономики такая, структура политическая такая, что, например, там в некоторых регионах, ну, даже не надо думать, что какое-то там может быть общество может проснуться, например, там в Чечне, там в Татарстане, в Башкирии, в других каких-то регионах, там в Орловской той же самой области или так далее, в Смоленской, где фактически, так скажем, там вся структура экономики и социальная очень специфическая, так скажем. Поэтому есть у них угрозы, это Москва, Питер, какие-то вот большие регионы, которые могут действительно, так скажем, общество может сказать свое слово, но надо понимать, что всю вот эту оппозиционную инфраструктуру, информационную, организационную, они пока очень успешно, так скажем, купируют. Москва и Питер зададут тонн перемен или все же может, или может процессы, прошу прощения, начнутся с регионов? Нет, процессы могут начаться в регионах, но проблема в том, что, например, мы видели, как в Хабаровске в течение, по-моему, года ходили люди массово, даже по московским меркам, весь регион ходил, недовольные протесты, так скажем, причем несанкционированные. Ну и что мы пришли к какому выводу, что если это не подхватит столичные регионы, то ничего не будет. И в этом отношении власти это тоже прекрасно понимают, даже если в Екатеринбурге или еще где-то там какая-то будет стачка в Ростове, не знаю где, какие-то, то это очень все будет информационно, организационно блокировано, если это будут такие масштабы, как в Хабаровске, ну просто дадут ходить, 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 а потом постепенно, так скажем, лидеров всех посажают или какое-нибудь второе санитарное дело сделают, и на этом дело закончится. Поэтому без столичных городов ничего не получится, и в том числе без активной электоральной политики. Ну, например, на прошлых выборах в Московскую городскую думу пришло всего 20% москвичей, и то при даже этих раскладах половина Московской городской думы, ну, во-первых, она стала самой оппозиционной Московской городской думы, и половина Московской городской думы пришли представители, в половину Московской городской думы пришли представители оппозиции. И мы видим, что изменилась ситуация к лучшему, то есть бюджет Москвы изменился в сторону социальной на порядок, стало меньше всяких вот этих безобразий. Мы видели, что выгнали, даже московского единороса Метельского вынесли, так скажем, с кресла вместе из Мосгордумы. Это говорит о том, что если, например, московская публика проснется даже, я не призываю к каким-то там массовым беспорядкам, к каким-то массовым акциям протеста, нет, если просто придут не 20%, придут 80% москвичей или хотя бы 50% москвичей, я гарантирую, что вообще Единая Россия получит то достойное место, которое она должна получить. То есть те же, те 15%, за которые, так скажем, они могут действительно бороться. Не могу не спросить традиционно о вашей оценке умного голосования, умного и заодно электронного голосования, которое у нас предполагается провести. Ну, электронное голосование скептически отношусь просто по причине того, что мы знаем, что можно там есть такие, что можно переголосовать, плюс есть возможное влияние мобилизационных ресурсов от власти, имеется в виду на это голосование. Ну и вообще, откровенно сказать, электронное голосование, это, конечно, такая современная штука, но даже в некоторых странах с развитой демократики, как это говорят некоторые, да, и то к ней доверие не очень большое. Мы видели какие-то там в Соединенных Штатах Америки проблемы были с электронным голосованием. Мы видели, даже Симпсоны сделали, так скажем, там мультфильм про электронное голосование, когда сует бюллетень за одного, а, так скажем, высвечивается за другого и так далее. Поэтому у меня доверия к электронному голосованию нет, но это не значит, что его не надо использовать. Если у вас нет другой возможности проголосовать, голосуйте электронно. Но лучше в этом электоральном цикле прийти на выборы, так как будут три дня выбора, последний день во второй половине дня. И это будет гарантировать, во всяком случае, что ваш личный голос не украдут или куда-то не денут. То, что касается умного голосования, могу сказать так, что где-то оно очень хорошо сработало, например, на московских выборах, где-то оно дало сбой. Поэтому надо будет посмотреть, каким образом будут кандидаты подбираться именно под это умное голосование. Но как мобилизационный ресурс, который действительно, так скажем, мобилизует часть протестного избирателя, он показал свою эффективность. Ну и параллельно могу сказать так, что тут, конечно же, при увеличении явки, возможно, эффект от умного голосования будет меньше. Просто по причине того, что пойдут люди, которые, например, бывшие ядросы, сторонники Единой России, для которых Единая Россия уже не приемлема, как политическая партия. Но до Навального и до какого-то активного протеста они еще не дошли. И поэтому для них умное голосование может быть инструментом не таким, так скажем, эффективным или не таким авторитетным. Но надо понимать, по моей социологии, которую я примерно знаю, где-то около половины избирателей, которые придут на избирательный участок, так или иначе ознакомятся с списком умного голосования. Это не значит, что они будут, как бы сказать, именно голосовать по этому списку, но тем не менее, вот такая статистика есть. Мишустин. Правительство РФ выделит 8 миллиардов рублей на субсидии малому и среднему бизнесу и социально ориентированным НКО во время пандемии. Здесь же далее читаем. Правительство выделит 4 миллиарда рублей на первый этап реализации программы «Пушкинская карта». Здесь же читаем. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут получать лекарства бесплатно 2 года. Вот, Георгий Владимирович, вот эти вот плюшки, которые сейчас активно стали раздавать, я не против. Наверное, и вы тоже не против этих таких действий. О чем они говорят? Почему так активизировалось правительство в части, касающейся выделения денежных средств? Ну, наше правительство провалило весь социальный блок. Даже если вспомнить те же самые майские указы, которые Путин в свое время обозначил, то, по-моему, там их исполнено только порядка 20% реализовано. То есть, соответственно, весь социальный блок провален. Это люди чувствуют. И власти очень боятся, что за счет того, что социальный блок провален, что проведена пенсионная реформа, что налоги повышаются, цены растут дикими темпами, что они таким образом могут протестом просто взять и проголосовать против этой Единой России и, соответственно, опрокинуть ее. Поэтому мы видим сейчас вот эти вот подачки, которые происходят для того, чтобы облегчить положение малого-среднего бизнеса, чтобы облегчить положение хоть как-то мамам. То есть, вот такой вот укол, так скажем, обезболивающего сейчас нам вкалывают. Но это не значит, что болезнь отошла. Да, может быть, на какое-то там, не знаю, на некоторое время будет полегче тем людям, которые получат субсидии. Но глобально тот курс, который социально-экономический у нас есть, он погибелен и антисоциален. И в этом отношении потом заберут еще больше. Кстати, мы увидим, что Минздрав России на днях, он разрешил приносить и лечить в больницах своими препаратами. Соответственно, к чему это? Может быть, много кто-то скажет, что вот это хорошо, потому что есть у нас очень куча анкобольных, которые, так скажем, умирают, им нужно срочно какие-то препараты, и люди сами же родственники покупают. И это хорошо, что можно будет использовать эти препараты. Но я вижу в этом совершенно другой смысл. Я вижу в том, что государство все, все лечение должно через фонд ОМС оплачиваться. Все лекарства, какие бы они дорогостоящие ни были, государство просто понимает, что оно не может обеспечить людей, и поэтому оно сбрасывает с себя социальные обязательства для того, чтобы постепенно переложить вот эту нагрузку на лекарства, на, так скажем, самих непосредственных больных, их родственников. Ну, мне кажется, что это позор в нашей стране, когда одной из самых богатых стран ресурсами, что у нас собирают смс-ками, ну, как бы понятно, да, на лечение детей, там, на каких-то, так скажем, сложные, трудные случаи в регионах, когда там люди просто погибают. От того, что государство не выделяет достаточных средств для того, чтобы там они могли лекарства получать. К вопросу о богатствах и ресурсах. В 2021 году количество экстремальных случаев загрязнения воздуха в России стало максимальным за 17 лет, выяснили аналитики. 111 инцидентов из 181 приходится на Норильск. Георгий Владимирович, плевать, да, нынешней власти на то, что у нас происходит с экологией? Все очень просто. Есть у нас, я бы назвал бы нашу страну экономикой физических лиц. То есть у нас есть регионы, которые курируют те или иные олигархи. И, соответственно, Норильск, мы понимаем, Норильский никель и прочие, так скажем, предприятия по-тайски, которые контролируют. Власть с этими олигархами обслуживает их и играет с ними, но она опирается на эти монополии, да. И, соответственно, вот эти территории, которые фактически они контролируют, они эксплуатируют так, как считают нужными для них, да. Дикий вот этот капиталистический, так скажем, капитализм, он в действии, да. И в этом отношении вся администрация, губернаторы, так или иначе, какие-то силовые структуры, которые в этом регионе находятся, и в других, кстати, регионах, они так или иначе на Потанино ориентированы, да, и на Норильский никель и другие олигархические структуры. Исходя из этого, они будут закрывать глаза на те нарушения экологические, в том числе, которые там происходят, и смикшировать вот этот урон экологический, который был не так давно. И мы видим, что там вот эти смешные какие-то штрафы, да, так скажем. А государство не может этим крупным олигархам дать в челюсть просто по причине того, что их не так много, да, но они владеют огромными ресурсами и огромными секторами экономики и даже территориями в нашей стране. И она будет, наша власть, молчать, потому что это же, это же нога, у кого надо нога, да, это же, так скажем, это же предприниматели, которые нужны, правильные, так скажем. В этом отношении вот эта вся трагедия, что вот наша страна поделена на куски, которые контролируют те или иные олигархические группы и эксплуатируют нещадно, и выводят деньги за рубеж, и экологию глушат, и, так скажем, налоги недоплачивают, и, так скажем, еще эксплуатацией занимаются. Спасибо еще раз, Георгий Владимирович, за ваше время, за вашу ценную экспертную оценку на текущем событии.